На сцене Немчиновского Дома культуры русская классика. Николай Островский «Не все коту масленица». Комедия 19-го столетия актуальна второй век подряд. В ней блистало немало советских и российских актеров. Именно с этой постановки начался Одинцовский любительский театр. Творческий порыв стал творческим прорывом. Четверо смелых 10 лет назад вышли на сцену Мамоновской сельской библиотеки, чтобы заявить о себе. Среди энтузиастов была и Светлана Лапшина, ныне режиссер Одинцовского народного любительского театра. Я могу с гордостью сказать, что Одинцовский любительский театр начался в нашей библиотеке. И пусть у нас не было сцены, но зато у нас не могло быть борьбы за сцену. Сейчас, к сожалению, очень многие люди занимаются тем, что пытаются отвоевать себе пространство. Я очень рада, что Одинцовский любительский театр нашел сцену. Долгое время театр играл на Баковке, а на сцену Немчиновского дома культуры переехал в 2011 году. В актерской труппе 15 человек. Большая часть – дипломированные специалисты. Режиссерский факультет Института культуры окончила и Светлана Лапшина. Одинцовский любительский театр. Команда крепкая, слаженная. Есть свой бутафор, костюмер. Гримируются пока актеры сами. Но в этом и прелесть любительских театральных коллективов, когда можешь освоить несколько профессий. Я профессиональный режиссер. Расул Османов у нас бутафор, декоратор, художник. Абсолютно профессиональный художник. Есть несколько профессиональных актеров, которые имеют именно диплом актера. Они закончили училище театральное, вот играют у нас. Гримеров у нас, правда, нет, конечно. Но мы справляемся сами. А вообще мы очень много читаем, стараемся пройти мастер-классы, почерпнуть недостающие нам знания у педагогов. Приглашаем сюда педагогов театральных училищ, чтобы они дали нам мастер-классы, поделились с нами секретными мастерствами. Жизнь любительского театра бьет ключом в репертуаре около 10 спектаклей, не включая новогодние представления и выступления на городских и районных мероприятиях. С недавних пор появилась и своя детская театральная студия, куда приходит не только немчиновская ребятня, но и жители Одинцова, даже столицы. Как отмечает руководитель труппы, главная цель – формирование культуры зрителя, приобщение к классике и вечным ценностям – любви, дружбе, бескорыстии. А старичок-то мне за мою любовь и то, и сё. Неужели? А подарки какие делают? Ну, строй! Да ты, я тебе говорю, тысячные, тысячные. А покуда женихами, так и возят, так и возят. А как жениться, вот жене-то тогда раздолье, а? Лесно ли? Очень лесно. Весело не может быть? Очень весело. И ещё приятно думать, что через год, через два твой муж умрёт, не тважим, как и мужик, и останешься ты молодой в доме, с деньгами на полной свободе, и его душа хочет. Маденцову нужен театр? Я думаю, что да, и особенно с такими вот постановками. Вот Островский, тем более сейчас, в современном мире, вот то, что касается денег, действительно, вот очень хорошо. Тем более, что для Москвы, вот Москва купеческая, это очень близко, и чтобы мы были немножечко получше, почище, я думаю, что нужно очень. Елена Белова, Ольга Еловая, Алексей Цымбал, Олег Хайдуков. В таком составе спектакль «Не всё, коту Масленица» будет представлен на фестивале театральной виражи, который пройдёт в Саратове с 1 по 7 июля. Как оценит работу народных артистов жюри фестиваля, узнаем совсем скоро. А пока Одинцовские зрители не скупятся на комплименты, ведь любительский театр прежде всего любимый. По окончании спектакля каждый зритель может написать свой отзыв. К этой доброй традиции решили присоединиться и мы. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.